Это перед нами, как там написано первокурсники в Тимирячской Академии. Пройдёт пять лет, и эти первокурсники, которые улыбаются, получат дипломы пустышки. Пустышки, абсолютно ничего не знают. То, чем их учат, оно не имеет никакого отношения к практическому садоводству. Не верите? Увидите потом. Вот это перепечатана моя статья. Это должны были напечатать тысячи газет. Вот. Потому что я, как сказать, тревогу бью. Нельзя так дальше-то. Вот только одна публикация. Нашёлся неравнодушный сектор, который взял мою статью и принёс в редакцию. Бумажная. Сейчас я вам покажу, к чему это всё приводит. Базовый уровень. Три фамилии. Люди получили задание. Появился одиннадцатый класс. Приходят люди на урок. Им надо чего-то. А был и одиннадцатый класс? Одиннадцатый класс надо было заполнить. Если биология есть, значит, одиннадцатый класс. Значит, уроки биологии должны были заполнить полноценный материал. Чтобы вышел оттуда. Ты знаешь то, что поможет тебе. Помните экология. Помните эти самые дикие пожары. Вот. С одной стороны. Помните, что не бывает таких случаев, когда нужно спасаться с помощью поджигания леса. Вот. А нас к этому всё толкает. Ну, давайте сначала. Каждую весну. Сейчас меньше. Люди просто руки опустили. Но это было. Вся вот эта долина. Крутые горы. В середке 40 километров течёт Енисей. И на протяжении этих километров стоят посёлки, дачи, дачи, дачи до самой плотины. И все берут эти самые грабли и всё это поджигают. И до сих пор часть пожаров, которые стирали с лица земли целые посёлки и сжигали людей, благодаря тому, что до сих пор пишут «соберите и сожгите». Как вы думаете, это должно быть в биологии? А давайте посмотрим, что тут есть. Причём, когда-то я критиковал биологию чуть раньше, ранешную. Вот. Вот эта вот и была ранешная. Я её цитировал. Знаете как? Это очень важный разговор, ребята, поверьте. Я её цитировал. Нас заставляли зубрить, чем отличается продольно-полосатый червяк от поперечного полосатого. Зачем? А о пользе этих трудях ни слова. Вы понимаете, о чём надо было говорить? А перекапывая почву, убиваются черви и их дом убивается. Так нет? А про это опять же ни слова. Смотрим дальше. И вот что они нам придумали. Это высоконаучный труд, ставший в школьных условиях мусором. Вот. Дело в чём. Кто-то решил, что если мы возьмём, не меняя ни одной запятой, извините, курс, который... Добавили энциклаз, значит, люди на год взросле. А давайте теперь университетский курс включим сюда. И вот включили. Знаете, это о чём? Это закон Менделя. Вот. Причём он касается... Мичурин прав 200%. Вот. Который критиковал этот закон. Что он не относится к садам. А зачем его тогда учили? И главное, как учили? Сейчас я вам объясню, потому что наболело, наболело. Вспомните, в первом делении миоза при образовании полых клеток гомологические хромосомы каждой пары расходятся к разным полюсам клетки. Независимо от других пар гомологических хромосом. Вы поняли, как это важно? Расходятся к полюсам. Допустим, хромосома с геном А отошла к одному полюсу. А к тому же полюсу с равной вероятностью может отойти хромосома с геном В. И хромосома с геном В. Следует, что ген А может оказаться в одной гомете. И с геном В, и с геном В. Оба события равновероятны. А если это так, то нахрена вообще это всё? Раз они равновероятны. Поэтому у гибридов первого поколения ААББ образуются четыре типа гомет. И гибридов первого поколения в равных количествах. АБ, 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 АБ. В дальнейшем при оплодотворении любая комета женского организма имеет равную часть быть оплодотворённой любой морской кометой. Садоводство – вот это будет. А начерта, значит, мы должны заниматься только одним гороховедением. Ведь это только горох касается. Ну, смотрите дальше. Во втором поколении F2, F2 – это так считается пока F2, F3, образуется девять генотипов, которые, помните, один из трёх, умножаем на три, которые проявляются в виде четырёх фенотипических грузов. Жёткие, гладкие, жёлтые морщинистые. Гладкие, зелёные морщинистые. Сильно умные стали дети. Причём соотношение этих фенотипов соответствует соотношению 9 и 3 и 1. Ну, это есть классический закон Мендера. Количество фенотипических классов меньше, чем число генотипов. А в садоводстве не меньше. И вот скажите, когда вот это… Попробуйте детям описать смысл вот этого. Жёлтые, гладкие, семена представлены четырьмя разными генотипами. Жёлтые морщинистые – двумя генотипами. Вот это взяли подло, нагло, дико. И ведь приняли у них эту работу. Им просто думать не хотелось. Всё целиком. Один к одному. Тут нет одного из этих трёх семоглазых. Нет ни одного человека, который сказал, вот тут бы давайте уточним. А давайте мы покажем, ребятишки, что это вам очень пригодится. Вот как я вот это вот рассказываю. Что это вам очень пригодится. Вот это вот это. Вот. Трагедия учителей школы. Я больше жалею даже не детей. Дети отсидятся, притворятся, что что-то умеют. Вот. По принципу, если у вас будет три варианта ответа, то даже методом тыка, или как он называется, по теории варианта, он уже на каждый третий ответит. А учителей прожить жизнь, уча вот это вот, зная, что им нахрен не надо, зная, что они их мучают, заставляют зубрить то, чего не надо детям. Ну, ладно, критиковал. Хорошо. Допустим, пригласили в Железов провести уроки. Нет. Лучше не провести уроки, составить программу проведения уроков. Заложить школьный сад пришкольный. Видели, сколько у меня? Треть миллиона корточек. Всем бы хватило. Вот. Всем школам. Приказ вплоть до увольнения директора. Заложить в пришкольный сад. И в этом саду учить детей, начиная с закладки почвочек косточек. И почему? И как? А то учат. Берём косточку, ставим вертикально, потому что оттуда полежит корешок. Ну, совершенно мозгов нету. Так учёба. Человек учит, а кто ему запретит? Вертикально ставит косточку. Ты её подбросишь, пусть упадёт. Ляжет на бок. Миллионы лет ложилась на бок, ещё умнее природа оказалась. Итак, заложить в пришкольный сад. Дальше. Экскурсии в лес. Почему не на экране? Смотрите. Потому что ходить должны дети. Даже на экране можно вызвать, уже настоящее садоводство, вроде бы Железовского. Даже это мы можем организовать, если бы было бы желание. Но ходить в лес надо, надо, надо. Вот подойти и сказать, ну вы грибы собираете. Вы понимаете, что вы рано радуетесь? Раз растут грибы, значит дерево гниёт. И это надо увидеть живьём. И тогда на всю жизнь. И тогда в саду не будет грибов вот этих. Будут другие грибы, но не эти. Сад же не для того, чтобы грибов, а в саду сколько грибов, из-за того, что гниёт древесина, искореченная нами. В экскурсии плодово-вочной колхоз. Зачем? А показать, как не надо садить. Понимаете? Вот это вот, одна из моих страстных обвинений. Получается так. Это схема, да? Потом эту схему разобрали. Видите, это уже сайт другой совсем. Видите? Всё один к одному. Но вы могли бы даже не узнать. Смотрите. Западает всё. Полностью. Вот. И вот эта учеба продолжает развиваться. А это ведь Тимирязевская академия. Вы представьте себе. Тимирязевская академия использует... Может, кто-то нарисовал, может, не они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Десятилетнее дерево. Так. Здесь же довольно толстые ветки. Вот. И она находит огромное количество... Вы понимаете, это схема. А в жизни-то это плоскость. Это не изометрия. Это плоскость. А на самом деле они через седы смотрят и туда, и туда, и туда, и туда, и туда. Там сотни веток у десятилетнего дерева. Сотни! И теперь девять видоветок мы должны отрезать. Смотрите, что интересно. Где плодовое... Где написано, что это яблони? Где написано? Груша, абрикос, слива. Сейчас больше всего пристают к этим бедным грушам. Вот этот вот телеканал. Или как он... не телеканал этот. Где больше миллионов подписчиков. Опять груша. И опять эту бедную... Вот это буквально сегодня мне прислал брат. Их этот ролик. Или как ссылка, или как она там называется. До сих пор не знаю. Вот. И эту грушу, которая вот так должна растить. И вот так она растёт на фотографии. И уже тут же берём, перекрёстываем и начинаем вот так отгибать. Это груша. У неё свои особенности. Это не яблони. И тут же давай вот так вот это самое. Вы даже знаете, кто это делает. Это самый активный человек по уничтожению или хотя бы по глупостям по этим. Вот. Девять видов веток. Это с десятилетнего дерева надо, например, 50-100 веток отрезать. А ещё знаете как? Всё должно быть на эти... Раны на консор. И это Тимирянская Академия. Понимаете? Вот. И вот я говорю. Выход только один. Если бы пришёл в нас человек в таких погонах, чтобы он взял этих девчат из Тимирянских, которые учат, демонстративно, несколько каналов телевидения, блогеров, самых этих самых, всех садят в один автобус и приезжают в лес. Вот. Девчата эти откажутся. Зачем этот позор? Которые учат убивать деревья. Наручники. Ну, допустим, образно. Допустим, этого никогда не будет. И сказать им. Вот видите, вот эта самосева выросла яблонька. Вот. Выросла как? Это её природная форма. Она не может быть другой. Это её форма. Это не груша, которая вот так растёт. Я вам за 205 вебинаров сотни фотографий показал. Вот так растут груши. Вот так растут сенец и яблони. И вот тут сказать. Вот жалко, что нельзя сказать. Будешь тут сидеть, умирать с голода, без воды, ничего, пока не продемонстрируешь свою обрезку. Пусть. Ладно, пожертвуем одной яблони. Жалко, конечно. И пусть бы она привела её в этот порядок, вот в этот вот. Вот в этот вот. Да, образа, да, я её сейчас парю, высекаю. Вот. Потом едем в сад. Опять же, спецназ, опять же, телевидение, опять же, чтобы вся страна видела. Потом повторим в школьных программах. Вот. И вот приезжает мой сад. И отдаётся приказ. И резьте не когда голые ветки, а когда висят плоды. Ну-ка, приводите я вам в ту схему, а. Вот он, десятилетнее дерево. Ему нужна ваша обрезка? Ему нужна ваша форма? А что такое чешевидная форма? Кто-то увидел, что они лучше плоды. А это не чаша? А на хрена бы я хоть одну ветку-то отрезал? Покрываясь плодами, деревья раскрываются. Вот смотрите. Это ещё одна моя ветка. Это боковая ветка, одна из четырёх. Мы с Селёной Савиничей под ней стояли, фильм снимали. Это территория соседей. Вот тут плохо видно, вот кусочек забора видно. Одна из четырёх веток свечилась. Ей ваша эта, забота нужна. И она тоже десятилетняя. Вот десятилетняя дерева мы посчитали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот бы отучить бы от этих самых специалистов. Миллионы людей отучены, обучены всякое. А мы продолжаем. Жалко, время кончается. Кому я это показываю? Когда студентов будут учить по-настоящему, у нас в стране, извините, земли хватает. У нас даже в Европейской России тысячи заброшенных деревень. Трудно сделать там это, филиалы этих университетов. В первую очередь, агро и сельхоз. Трудно? Каждому дать, вот это здесь примерно 10 суток. Каждому дать 10 суток, скажем, вот выращився, диплом получишь. Черт с ним, что законы Менделя путаешь там это. Три к одному, или один к трем. АА, или ББ, или АА, ББ. Черт бы с ним. Обойтись можно без знания, только кроме гороха никого не касается. Просто взяли подло, 11 класс набили и тем, чем людям даром не надо. Лишь бы только не болтались на улице. Вот для чего 11 класс. Не знаете об этом? В армии 18, а 10 классов закончил 16. 17. Да пусть они лучше дурью маются на уроках. Их здоровье гробят. Вот. И все будет раньше. Абсолютно раньше. Диабет будет раньше. Вот. Все будет раньше. Геморрой и тот будет раньше. Потому что этот год 11 класс тратится только на то, чтобы здоровье гробить. Мозги засорять всякие с мусором. А дай ему вот это самое. Даже может десятилетку вернуть. Или если 11 класс, то уже раздельно, чтобы мальчики учились. Да, и автомат, и стрелять, и самооборона. Чтобы ни один парень не боялся, когда при нем женщину бьют и убивают. на глазах целая улица. еще можно 11 класса. уже физическая подготовка. га-га-га-га-га-га. А им законы, га-га-га-га-га, как его называл Мичурин в Менделе, гороховода. Это же придумать такое, то, что я показывал. И приняли, и всем по херу. А мы бы научили бы студентов-первокурсников. А вот он пошло-поехало. Как бы изучил свой район, все лучше оттуда. Семечки, косточки оттуда. Черенки потом оттуда. В каждом регионе есть. Такие, как Макаров, как Мезинов. Вот. Латинков и эти самые. Алексейка и прочие товарищи с первой десятки. Ну. Видели? Видели? Как получилось, что эта дама, которую я вспоминаю уже лишний раз, как можно было вот на эту фотографию обгадить? Ну, как? Мы же для вас стараемся. Почему? Потому что это 22-й год. Это опять десятки тысяч просмотров. И опять посадка в эту клаку. Знаете, что творится? Ведь когда стоит опять этот самый телеканал популярный, вот. вот она стоит возле неё, мешки, 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 тележки, эти самые, бёдра, всем дерьмом. Вы понимаете, что это всё дерьмо нельзя оттуда давать в яму. Наоборот, нельзя. Не то, что нужно, а нельзя. Я уже приводил примеры. кормите ребёнка только шоколадом, конфетами, пирожными и газировкой сладкой. Вот так и деревья заболевают, только никто связь вот эту не понимает. Ну и потом уже, да, начиная уж уроки биологии, может быть, студенческие эти самые, чтобы в это ходила программа уже этих университетов. Эскурсии получим садам. Только я помню, как я писал. Вначале как нельзя, вот, как нельзя, плодовощной колхоз. А потом уже настоящие. Это уже к нам. Потому что без этого у вас никогда садов не будет. Вот. А вместо этого злоба на моего сына. Фу! чего ради? А вот это вот, еще раз, давайте посмотрим крупный план. Это муравейник. Вы не подумайте, что это люди сделали. Нет, это муравьи. Это, правда, крупные муравейники такие. Мелкие бывают попроще. вы понимаете, что это все, включая вот эти подобия лестниц, вот, запасы, оранжереи, значит, заводы, фабрики, значит, родильное отделение. Вот, все вот это вот сделано таким образом. и это не просто сюда взяли, земли насыпали. Это сложнейшая аэродинамическая система, сложнейшая. Читаем. это то, чего никогда вы не просчете, потому что нигде, кроме меня, этого нет, к сожалению. Объясняю прописную истину таким учителям. Это мой текст. Помню, 60-го года с учебы в сельско-украинской школе. Сад без муравейника, беззащитан перед листоградущим леском. А это-то как не знать? Как? Чтобы с ненавистью воевать с муравейником и уничтожая их? Как это не знать? Школьный учебник за 11-й год, за 11-й класс. как? Ну, как это не знать-то? Это муравьи вторая, умнейшая, грамотнейшая, организованная, умнейшая, подчеркиваю, цивилизация. Не куча муравьев, которые кусаются и деревья якобы уничтожают. Цивилизация. Это давно известно, но надо специальные фильмы смотреть. А взяли в школьном этом учебнике ни слова. Ну, как так? Добавляю от себя, каждый лист с дырками не может полноценно выкормить прикрепленную к нему почку. Почка, в свою очередь, не вызревает. И дерево становится беззащитным перед морозами. Помните, как я с этим, с телевидением вместе, а это есть на диске номер два, я с телевидением показал им подряд один из муравейников, защищенных коленей, и сказал, ищите дырку. Как они обрадовались, когда минут через десять это все съемки, не мои, их не. Это не эти самые, не засланные казачки. Это телевидение официальное. На десятой минуте нашли дырочку в листе. Повторяю, каждый лист с дырками не может полноценно выкормить прикрепленную к нему почку. Почка, в свою очередь, не вызревает, и дерево становится беззащитным перед морозами. Но не жалко ей деревья, но не укладывается в голове дикая безжалостность. Как у нее не дрогнула рука уничтожит целый род разумных существ, обладающих вопечатленност коллективным разумом. Понимаете? Один из авторитетничных садоводов уничтожил на глазах целого этого съемочного павильона, уничтожил целый род муравьев, целый муравейник. И вот она уничтожила его, вот она уксусом полила, вот, потом вот так руки. Все, муравейник уничтожен, сотни людей. Вы понимаете, что творится? Я про тот 11 класс, я про новую школьную программу. Сколько можно? Иногда думаю, а дьявола, что ли? Ну, не может же быть, чтобы этого не знать. Ну, ты же кандидат наук, тебя знает вся страна. Ты самая раскрученная. Так ты же потом, прошло много лет, ты бы пришли в лес со своей подругой вот этой, платоновой. Вот, ее не жалко, а жалко благодаря возрасту. Вот, уже не буду потрепать. Пришли в лес, увидели под таким вот деревом, дикоросом, огромный муравейник, и взяли, и начали его ядами поливать. Да что вы дурели, что ли? В лесу за что? Кольца только перенес муравейник к себе, и его сразу прилетели арестовывать официальные органы, называются охраной природы. А он всей стране показали, и не то, что их оштрафовать или уволить. Так, все, ребята, мое время стекло. Я хотел показать вам одну вещь. Единственное светлое письмо в Тимирянской Академии это Курдюма, с которым мы на пару разработали эту тему. Глюкоза кормит не только дерево, глюкоза кормит корни. И забудьте вы, как отрезать нижний скелет на ветке. В следующий раз мы с этого начнем. Отрезанные нижние ветки, это перелезанные сосуды, формировка артельно-прасный трус. Я вот за эту фотографию, за этот рисунок многое Курдюма упрощаю. Вот. Вот за этот рисунок. потому что одно дело я говорил словами-словами, а он него с лукавого взял и с тарелку направил вниз корнем. Вот. Я такой поддержки никогда даже не ожидал. Потому что мне не пришло в голову показать, что фотосинтез это еще и это. Наглядность, дикая, невероятная наглядность. Но мы еще к этому вернемся, потому что тут же пошло ошмыгивание и опять наши расходятся мнения. Вот. Лишний раз стараюсь его не дергать, он меня старается не дергать. Но вот это вот, вот это вот, ребята, вот эта схема, она основополагающая. Ее надо изучать, 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 потому что те, кто калечит деревья, осветляя, убирая, одну треть веток, а значит, будущих листьев не ведают, что творят. Вот что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok